Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения, с вами Рэй, и мы продолжаем играть в игру Full Metal Fury. Какая же ты у меня певица, а? Трис, ладно, хорош расслабляться, нам пора с тобой отправляться в бой. Так, также, по-прежнему мы ищем Титана Лилантоса. Так, лагеря мы с вами прошли, теперь, наверное, вот сюда нам... Так, непотерянные, да? Давайте-ка вот здесь... Да что ты, ёлки-палки! Ну-ка, давай-ка! Ах ты, ёлки-палки, здесь у нас прохождение, я думал, чисто видосик будет. Угу, губишки раскатил. Это что такое? Зачем нам отдаляют камеру? Ага, смотрите-ка, на заднем фоне... Нифига себе! Какая-то рука Титана, наверное, так? Или фиг его знает кого. Ну, неспроста нам это показывают, я чувствую. Может быть, у нас там Лилантос где-нибудь прячется, а? Может же быть такое. Вполне. Ладно, для чего-то это сделали. Фиг с ним. Ёлки-палки, смотрите, камера отдалилась. Такой маленький там бегал. Куда это вы ползете, а? Охламоны! Уже можно с уверенностью сказать, что мы окончательно потеряли след. Мы ничего не потеряли. Мне просто хотелось прогуляться по приятной погоде. Мы и точно его потеряли. След совсем остыл. Холоднее, чем мой чай. Эрин, а у Коэлеминете есть какие-нибудь разведданные о Лилантосе? Почти ничего. Лилантос отшельник. Он всегда держал дистанцию. Еще он отличный снайпер. Так что он сидит в пустыне и пристреливает всех, кто подбирается поближе. Другими словами, мы имеем дело с упертым кемпером. Быть кемпером это стратегия. Да нифига. Но все равно, Мэг, ты не смогла найти никаких подсказок на пустой гильзе, которую мы нашли раньше. Лилантос использовал особую снайперскую винтовку. А и угол попадания был таким, как будто пулю совсем не тянуло весом вниз. Значит, у него очень мощное оружие. Это, наверное, значит, что он находился где-то в прямой видимости от цели. Лилантос рос на почти 60 метров, а лагерь, по которому он стрелял, стоит на высокой дюне. Это значит, что он должен был находиться на возвышенности минимум 90 метров. Вот так вот. Неплохие выводы, Эрин. Вот теперь мы хоть что-то знаем. Бери карту и вычеркни все, что ниже. Хм, все равно их остается слишком много. Кого триста? Но мы знаем, что диапазон стрельбы артиллерии Коя был около 60 километров, а Лилантос может стрелять еще дальше. Зная Лилантоса, можно предположить, что он старался оставаться как можно дальше в глубине пустыни. Мы можем выбросить области внутри этого радиуса, чтобы уменьшить вероятную территорию. Ну ты замочила, Аликса. Хорошая мысль. Кажется, теперь остается только одна зона. Песчаная дюна с соответствующим названием утопия. Отправляемся туда. Так. И по сматкам все обратно. Хе-хе-хе. Ладно. Кстати, мы только пришли с той стороны. Так что, строго говоря, мы не потерялись. К чему этот эмак ляпнуло вот это? Непонятно. Так. Мы вернулись обратно с вами на свою же базу. Ну, у нас нету ни денег. Выучить мы ничего не можем. Поэтому думаю, что стоит сразу рвануть на карту. Так. Нам нужно попасть в утопию. Значит, да? О! Открылась карта. Можно и сюда, и сюда сходить. Путь Миража здесь. А тут у нас Храм в Оазисе. Слушайте, я не знаю, куда нам нужно идти. Давайте попробуем Путь Миража. Фиг его знает, что здесь такое. Ну, посмотрим. Так. И что здесь такого у нас? Ага. Смотрите-ка, кстати. Вот эта вот рука же показывалась. Я помню. Так. И что нам здесь нужно вообще сделать? Где выход, я вас спрашиваю, ё-моё? Или вход? Что здесь нужно сделать? Ё-моё. Ничего я не могу здесь уничтожить. Хотя, погоди-ка, ребята. А, вот. Давайте-ка пробьём здесь стену. И в результате мы куда попадаем? Непонятно. В никуда, короче. Просто поднялись, и всё. Ладно, давайте смотреть, где у нас тут будут очередные враги. Не понял. Это что сейчас такое было? Это и был Путь Миража? Слушайте, какой-то бесполезный путь, если честно. Давайте-ка я ещё разок сюда зайду. Мне что-то непонятно, конечно, что здесь надо сделать. Но какой-то подвох здесь однозначно есть. Он должен быть, потому что это всё-таки как бы игровая локация. И она у нас отмечена красным. А когда мы проходим, у нас всегда отмечается это зелёным. Может быть, здесь где-то потайной входик есть. Какая-нибудь дверь или ещё что. Может быть, вот эти камни можно подбить. Пока ничего. Хм, да ну нафиг. Тут уже будет, ребята, выход. Очень и очень странно это всё, если честно. Абсолютно ничего не могу подбить. Вниз спускаться, наверное, тоже нет смысла, ребята. Потому что здесь ничего хорошего не будет. Здесь мы с вами уже тоже всё пробегали. Никаких лазейчик нету. Странно всё это как-то и подозрительно. Может быть, мне ещё рано сюда идти? Такой вариант тоже может быть, согласитесь, да? Ну всё, абсолютно ничего. Ладно, выходим, ребята. Пойдёмте тогда с вами туда наверх. У нас всё-таки есть куда сходить. Так, и храм в оазисе. Давайте будем здесь разбираться. Так. Я так понимаю, здесь будет у нас какой-то храм. Оу. Пирамиды прям как египетские. И музыка такая что-то напоминает. О, оазис. Ладушки. Давайте смотреть, что у нас здесь. И кто тут? Фурии! Это священный храм. Проклятие. Падёт на всех вошедших. Проклятие. Молчание. Проклятие молчания? А мне-то плевать. Что ты тут будешь молчание своё на нас вешать. На-ка. Да ты ва... А это ещё кто такой? Я не понял. Кто? Ах, ты смотри... Да ладно. Опа. Молниями, значит, что деруешь. Да, гадёныш? Ну ладно. Пришло время тебя покарать. Мак ты... Ах, ты ещё и телепортируешься. Ну, гадёныш. Получил. Всё. Так, а это у нас кто? Трубадур. Так, Трубадура надо гасить. Сразу же в первую очередь. Я его прекра... Да ладно, тут нафиг нам началось. Сразу выходят всякие пиявки. Причём их целая куча здесь. Так, Трубадур, я всё-таки тебя достану. Опа-на. Смотрите, ребята, у меня тишина. Я ничего не могу сделать. Ни один свой суперудар использовать. Вот он, значит, что делает. Гадёныш. Со своей магической этой способностью тишина. Ладно, надо, значит, его тоже убивать. Ну что, опарыши. Пришла и ваша очередь помирать. Они превращаются, как обычно, в бомбочки, да? Ну, иди сюда, мелкие. Вот так вот. Всё. Продолжаем с вами путь. Бочки разбиваем, естественно. О, деньжатки. Обожаю деньги. Так, и продвигаемся дальше. Слушайте, а может быть, да, ребята, мы пройдём здесь с вами оазисы, и потом что-нибудь откроется. Какой-нибудь секретный путь. Где мы сейчас только что были и не могли пройти. Так, смотри, там турель появилась. Даже не одна. Так, подожди, я не вижу, кто там у нас. Ё-моё, блин. Так, турель, но она... Нет, уже... Нет, в щите, ребят. Так, тихо ты. Ай, Трис, ё-моё. Они в красной ауре все. Давайте вот так вот будем делать. Ох, сразу двух зайцев убили. И турель, и этого колдуна. Оу, ладно вам, двое. Так. Получил, гадёныш? Сейчас, ребята, вот-вот-вот, пошло-пошло. Щит всё-таки умудрился как-то мне сбить. Так, подожди, аптечка. Зря взял именно Алексом. Надо было... Ай-яй-яй. Турель, ты достала меня уже здесь бомбить, а? Честно говоря. Так, давайте-ка вот этого... Ха-ха, чё он там? Чё он делает? Чё он вытворяет? Всё, пускай валяется. Так, бомбардир тут появился. Ещё второй. Слушайте, ребят, ну здесь бы как бы вроде просто мобы. Какого фига они один за другим выходят? Здесь же нет никакой полосочки жизни у нас. Да? Нету. Значит, они скоро должны у нас закончиться. Хотя, судя по тому, когда мы с вами были в лагере, ночью бродили, да? Их-то была просто целая тьма. Но здесь, по крайней мере... Так-так-так, чё ты там делаешь? Ага, дудки. Подожди, а почему у тебя щит непробиваемый, гад? Вот, наконец-то спал. На-ка, выкуси, гадёныш. Ну что, всё, получил своё. Продолжаем, ребята, движение. Так, бочоночки. Ох, сколько денег. Неспроста, наверное, это всё здесь так сделано. Так, аптечка. Сброс ремонта. Замечательно. Куда мы с вами выдвигаемся? Опачки. Опять у нас тут вывеска. Тупик на юге, значит, да? Всегда, когда они пишут тупик... Так, погоди-ка, что здесь? Ага, понял, ребята. Нам нужно с вами пробить вниз проходик. Так, тихо-тихо-тихо. Турели, успокойтесь. Давайте бомбить. Угу. Блин, нифига тут... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну-ну-ну-ну-ну. Трис. Не подведи меня. Всё, проходим-проходим-проходим-проходим. Нормуль. Так, ну вот, у нас очередной камешек здесь. Что написано на нём? Второе испытание на верность. Камню со скрытой картой пустыни. Истинный вавилонянин слушается своего царя. Если он желает достичь небес, они останавливаются, чтобы внять его словам. Гравюрка вот такая, ребят. На верность. Так, фрагмент розетты. Ну, понятно, мы с вами получаем ещё один камешек. Он у нас будет на нашей базе. Так, теперь бы нам отсюда как-то выбраться. И желательно без потери. Опа-па-па, ага. Фиг там, сбили. Ладно, всё равно успею. Есть, отлично, ребята. Ну что же, гравюру мы прочитали. Да? Так, пойдёмте тогда с вами дальше тут разбираться. С охламонами, со всеми. Так, чувствую, будет здесь, наверное, ребята, заварушечка. Потому что я вижу, рюкзачок лежит. И сейчас, как обычно, дудочка за... Ага, вон, идут. Что у нас тут? Мексиканцы. Ага, молотобойцы. Да ладно, успокойтесь вы так. Вот этого... На! Вот этого мы сейчас нахлобучим. Оу, да он такой ватный. Или это у меня Алекс такая сильная става? Хе-хе-хе. Мы же всё-таки немножко подкачали своих персонажей. Ну, совсем немножечко. А танкуля... А танкуля вот не такая сильная. Но зато вот у неё вот этот удар... Так, что ты там хочешь сделать? Ага, крутится и стреляет. Ладно, всё, докрутился. Теперь пора помирать. Так, мексикашка, всё, успокойся давай. Так, ага, турель появилась. Ещё одна. Замечательно. Короче, мы сейчас, ребят, здесь, по-моему, зависим. Ну, конечно же, давай ещё этот... Трубач. И не один причём. Ладно, будем колбасить, как ни крути. По большому счёту, нам нужно в первую очередь убить вот этих вот трубачей. Потому что они дают защиту. Посмотрите. Что ты тут стоишь с поднятым пальцем вверх, а? Так, тут ещё, оказывается, волчара. И не один. Ладно, давайте бомбить. Ну, попади под удар, ё-моё. Вот я попал под удар, блин, ё-моё. У нас остаётся вся надежда на Алекс. Сможем мы сейчас или не успеем? Ну, будем стараться. Так, там турели. Хорошо, пока они нам не мешают. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Отлично, ребяточки. Всё у нас вышло как нельзя хорошо. Ну что, одна турелька и трубач. Думаю, до трубачей я сейчас доберусь. Не попал маленько. Не беда. Все равно он пока там стоит пальцем... Рот раскрывший. Мы его и заколбасили. Так, иди сюда, турель. Пора тебе сгинуть с этого мира. Так, переменила себе. Защиту. Это нас не пугает. Опять переменила. Все, добивочный был. На этот раз, надеюсь, никого больше не будет? Нет? О, замечательно. Давайте до... Так, блин, это снова вы. Ладно, пора с этим кончать. Слышь, Боб, 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 я хочу тебе кое-что показать. Что еще? Только не говори, что ты сделал очередное открытие. Что что-то там надо склеить? Нет, на этот раз я придумал кое-что поинтереснее. Зацени, метательные фугасы. Теперь девочкам придется следить за каждым шагом. А вот это на самом деле неплохо. И как ты это сделал? Да легко. Как-то раз я нашел фугас на земле, так я поднял его и метнул. Их тут полно. Все ими усыпано. Ё-моё, так я, ребята, и думал, что будет у нас сейчас заваруха. Часовые называется. Ладно, оу. Так, это у нас Бобы и не Бобы получается, да? Метатели-бомбочек, хорошо. Черт, что-то слишком много вы тут разбросали их. Я надеюсь, они взрываются через какое-то время, а? Так, блин, ребята, фигово-фигово. Они все тут засыпали ими. Да, они взрываются, но... Да ладно, еще этот... Молчунг прилетел. Так, ладно, что это на меня? А, не моту, тишину вешает. Я не могу ничем воспользоваться. Ребята, это очень хреново. Надо их разбирать, потому что иначе они меня сейчас заколбасят здесь. Без моей защиты я вообще здесь вата. Так. Что-то их тут дофига. Два бомбардира, значит, и два мага. Черт подери, тут мало того, что эти бомбы фугасные лежат, да? Так еще эти тут колдуют свое электричество. Надо быстренько с ними разбирать. Иди сюда. Куда побежал? Ну-ка. Вот так вот. Готов. Один маг у нас лежит. Так. Фугасник. Че, еще и снайпер здесь? Да, ребят, там снайперок. Смотрите, вон он. Ныкается, гаденыш. Второй снайпер. Черт, у него защита. Ага. Три снайпера уже. Оглушили. Нормуль. Вот это я понимаю. Так, одного добили. Ну, смотрите, они жарят, жарят меня, ребята. Хотят подбить. Но мы тоже не лыком шиты. Как говорится, будем сейчас отбиваться. Иди сюда, гад. Я его достал. Так, что там дальше у нас идет по плану? Давайте-ка накажем снайпера. Ага. Все-таки новые прибыли. Ладно. Давайте вот этих вот с красной аурой. Алик, вставай. Некогда тут. Блин, они меняют слишком быстро. Да кто такой опять на меня? А, мак тут. Успей тут за всеми углядеть. И маг этот тишину на меня кастует. И эти хламуны своими бомбами достали, если честно. Просто достали. Я даже не знаю, как подойти-то к нему. Посмотрите, он весь окружен этими минами. Ай-яй-яй. И в то же время на мне тишина. Ничего сделать не могу. Успел. Так. Хотя, ребята, ничего подобного. Щитом я прикрываться могу. Я не могу делать свои суперудары. Так. Отличненько. Ну, давай-давай-давай. Все, пора тебе умереть, гаденыш. Да что ты, Трис. Ну, не тупи, пожалуйста, а. Слушайте мои команды, и все будет хорошо. А, последний, ребята. Это у нас последний часовой. На-ка. Прям так смачного булавушкой по голове. По его тупой. И мы получаем с вами сундук. Да? Сундук ведь? Ну, естественно. Небесный причем. На кого выпадет карта? Электрослой. Чуть больше зума для бума твоего ружья. Ага, это у нас для снайпера. Жаль, конечно. Потому что снайпером я пока не играю. Так, внимание, всем похожи мы на верном пути. Я нашла очередную алмазную стену, и кажется, что магнит не очень далеко. О-о-о, класс, еще одна стена. Думаешь, я удивлена? Хм. Да. Нет. Ха-ха-ха. Миссия выполнена, ребята. Ух, шикарно. Ну, довольно легко все у нас пошло. О-о-о, познание мы получили еще. Замечательно. Я надеюсь, мы летим сейчас на базу. Да, ребята? И я смотрю, у нас достаточно денежек, чтобы себе немножко прокачать новые скиллы. Точнее, старые скиллы. До новых мы еще не доросли. Так, управление гневом. Ну, как мы понимаем, денег у нас не так уж и много, ребята. Поэтому давайте, наверное, изучим все-таки это управление гневом. Так, замечательно. Все у нас хорошо. Кошара такой сильный, аж сдвинул меня. Хе-хе-хе-хе. Ну, вроде бы, как и все. Больше мы с вами ничего не можем выучить, потому что мы на нуле. Ну, и можно, в принципе, наверное, завязывать на сегодня с этой серией. Вам так не кажется? Так, на карту. Погодите-ка. А у нас же есть чувачок, который нам, может быть, что-нибудь расскажет, а? Хорош, чтобы гундеть. Давай, колись. Лилантос любит артефакты. Смешно, что он построил свой лагерь так близко к этому артефакту. Но так его никогда не нашел. Может, ночное небо загородило ему вид? Слушайте, это какая-то была подсказка, да? Вам так не кажется? Ну, что ж, дорогие мои друзья, давайте на этой ноте я буду завершать это видео. Всем большое спасибо за просмотр. Если понравилось, то ставим лайк. И скоро увидимся в новых видосиках. Ну и, естественно, про наших фурии не будем забывать. Так что подписывайтесь и всем пока. До новых скорых встреч. Удачи вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова